Здравствуйте, инстаграм. Знаю, что вы не ожидали, что я приду сегодня, а я пришла. В общем, до последнего мы не знали, получится у меня выйти в эфир или нет, и решили не делать уведомления. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Всех приветствую, здравствуйте. Проверю звук. Маечка, здравствуйте. Здравствуйте, хорошо меня слышно, хорошо меня видно. Что ответите? Отвечу сегодня на ваши вопросы, и вот у нас мы думали там с одной темой заявленной выйти, но я вам признаюсь, я настолько устала, и для меня сегодня последний шанс к вам попасть в эфир на этой неделе, и я решила все-таки выйти, несмотря на всю свою усталость, и на очень такой активный слишком график, но все равно побыть с вами сегодня. Поэтому вот какую тему, какой первый вопрос прочитаю, если из этого получится тема, будем делать тему. Если не получится, буду отвечать на ваш вопрос. Здравствуйте, хорошо представлюсь. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Анна Богинская, я автор известной трилогии «Жить жизнь» в трех романах, посвященных свободе от манипуляции, личности, трансформации, понимания, осознания себя. «Жить жизнь», первая книга «Грех прощения», вторая книга, третья книга, «Код вознаграждения», завершающая книга трилогии, и еще двух любимых вами книг, это «Исцеление любовью», «Порабощение любовью», это книги-исследования, посвященные порабощению деструктивным отношениям со всякой нечистью, где подробно рассказывают даже о том, как устроенных мозг, как их выявить при первой встрече. «Исцеление любовью», все правда о здоровых отношениях. К сожалению, мы очень часто попадаем в лапы деструктивных личностей из-за того, что мы имеем очень неправильное понимание о здоровых отношениях. Вот, кроме того, я думаю, многие из вас знают меня по сериалу «Жить жизнь», вот так мои книги были экранизированы, инсценизированы. Вот, и для вас сегодня еще есть одна радостная весть, которую многие из вас просили. Это проект, который мы очень долгие годы, несколько лет вынашивали, и он стал возможен, возможен технически. Начиная со вчерашнего дня уже доступна аудиокнига «Жить жизнь» в авторском исполнении, следовательно, в моем исполнении. Вот, доступна она на ЛитРес, поэтому те, кто любит аудиокниги, обязательно послушайте. Я вложила прямо в это чтение всю душу и очень много энергии. Это, на самом деле, оказался очень сложный проект, потому что мне казалось, ну, это так легко начитать роман. Я его написала, я знаю текст наизусть. Это мои герои, они говорят моими мыслями, моим голосом и всем остальным. Но пока длилось чтение книги, поскольку размеры моих романов очень не маленькие, а миллион знаков каждый. Вот, пока мы записывали, это был какой-то просто... Туда вложила я столько энергии, что я все-таки надеюсь, что вам понравится. Неожиданно для меня я точно, на самом деле, оказался кропотливым. Сложный очень труд, по крайней мере для меня, может быть, я слишком вкладывалась в это чтение. Вот, кроме того, там участвует в чтении и Дарья Мороз. Вы знаете, что это наш шоураннер, один из инициаторов создания сериала «Жить жизнь». Вот, она, думаю, тоже присоединилась к этому чтению, поэтому вы сможете послушать нас, меня и Дарью. Вот, так что книга доступна. Я себя тоже, кстати, поздравляю, потому что для меня это было сложное решение. Все-таки самой начать, принять решение начитывать, прочесть свою книгу. Но на то, долго поразмыслив, я все-таки поняла, что это очень правильно. Вот, потому что спустя годы, мне кажется, это будет иметь большое значение. Так что вот так вот. Хорошо, давайте перейду к нашей рубрике «Вопрос-ответ». Я вам, если честно, сегодня побуду немножечко человеком, знаете, не вот этим коучем вашим, которого вы так любите, этого человека, который знает, гуглом, который знает ответы на все вопросы. Как смеются мои друзья, они говорят, боже мой, что они спрашивают у тебя, вместо того, чтобы открыть гугл? Такое чувство, что для них гугл. Так вот, скажу вам, что я сегодня осознала, что тот тэп, в котором я живу в последнее время, он вообще ненормальный. То есть, я тот человек, где мозг должен быть очень активным, а тело пассивным. А в результате, получается, у меня из-за огромного количества съемок, проектов всего, очень активно тело, и я прямо вот в этом всем не могу вот, ну, собраться, знаете, физически. Но почему-то, когда я сегодня думала, что после этого у меня еще будут съемки, я думала, вот вообще нет силы идти в эфир. А потом я подумала, что наша любовь с вами, она настолько какая-то волшебная, безмерная, что каждый раз, когда мы встречаемся в эфирах, это наполняет не только вас, но очень часто и меня. Поэтому я подумала, нет, надо все-таки выйти. Потому что вы мне пишете, вы ждете, а я подумала, что, может быть, мы наполнимся друг другом и станет чуть полегче. Так что так. В следующий раз эфиры будут в понедельник, они запланированы с темами в клубе, в ютюбе и в фейсбук. Так, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ура, как раз думала, давно эфира не было, да. Я думаю, что со временем у нас будет все реже и реже эфира, так что слышно, видно хорошо. Добрый вечер, впервые на прямом эфире. Ну, загадывайте желание, это наша старая традиция, которую придумали когда-то подписчики. И она говорит о том, что ваши желания, которые вы загадываете, всегда сбываются. И сбываются очень быстро. Поэтому многие даже прям ловят эфир, чтобы до него попасть. Я всегда вообще, когда мне рассказывают о желаниях, которые сбываются, я такая думаю, почему я к себе не могу прийти первый раз на эфир, чтобы загадать какое-нибудь желание. Вот. Скажите, если нет основного ресурса, будет ли психопат жрать своих детей, подчиненных? Что значит основной или не основной? То есть, если вы думаете, что психопаты проявляются исключительно в семье, то нет, психопат везде психопат. Ну, то есть, он не будет проявляться только в случае заинтересованности жертве. И его проявление всегда одинаково для всех. То есть, если у него есть начальник, перед начальником он будет в идеальной маске, поскольку он от него зависим. Но, если у него есть подчиненный, он будет этого подчиненного уничтожать. Ну, может быть, за исключением тех стран, где закон его за это накажет мгновенно. В частности, США, Европа. Он вынужден себя сдерживать. Но, тем не менее, он будет в таких ситуациях, конечно же, ловить это где-то в семье, то, чего он не добирает. Но дело в том, что характер человека, начиная с расстройства от нарциссической личности, проверяется, как я часто говорю, не в тот момент, когда он общается с вами, он вас заинтересован. А их характер, абьюзеров, всегда видно, как они проявляются на людях, в которых они не заинтересованы. То есть, не может человек быть нормальным, если с вами он заинька за столом, при этом нарёт, как сорвавшийся с катушек псих на парковщика или официанта, или на своего помощника. Вот этот сорвавшийся с катушек псих, это и есть его истинное лицо, а перед вами он в маске. И, соответственно, многократно, когда он исследовала истории, я пишу об этом, что все их проявления не бывает так, чтобы он месяцами или годами не проявлялся. Но мы закрывали на это глаза в силу собственных страхов и желания увидеть сомнений, страхов, сомнений и чувства вины. Ну, то есть, так хочется отношений с обеспеченным психопатом, поэтому я закрою глаза на его психопатические проявления в отношении других людей, спешу, что у него сложный характер. Нет, это сложный характер будет проявляться везде. Поэтому люди, мы видим, и они не могут выдержать эту маску. Ну, никого нет. Даже самые искусные перверзные нарциссы срываются максимум в течение двух недель. Другое дело, что мы не хотим это видеть. Это точно так же, как сложно. Каждый человек знает, что ему good, но он делает вид, что он этого не знает. Поэтому точно так же и с изменой. Каждый человек знает, что ему изменили. Но он делает вид, что он этого не знает. То есть, для того, чтобы не потерять из-за страхов и многое другое. Точно так же с психопатами. То есть, их неадекватность бросается в глаза достаточно быстро. Но мы останавливаем. Поэтому, что касается детей, все зависит от диагноза потенциального, который может стоять у этой личности. Нарциссы, особенно если дети талантливые, успешные и похожи на них, они очень часто выглядят хорошими родителями. То есть, мне даже там иногда говорят, ой, он так любит своих детей. Нет, что он любит себя в этих детях в том состоянии, что он может этими детьми похвастаться. Если бы эти дети были двоечниками и имели какие-то проблемы со здоровьем, это был бы тот момент, когда он о них забыл. Когда мы говорим о психопатии, для психопатов дети настолько безразличны, их рептильный мозг не имеет никакой лимбической системы. Да, они могут имитировать, если им выгодно показывать, что эти дети для них важны. Но в большинстве случаев они используют детей как способ манипуляции. Способ манипуляции и мести своей, например, жене или матери ребенка, которая, например, ушла. Или способ порабощения угрозами и прочим другим. Поэтому, и они очень часто об этих детях забывают, как только появляется новая жертва, или он понимает, что ему уже не вернутся в предыдущие отношения. В большинстве случаев это игра. И как я привожу в порабощение любовью, мне кажется, этот пример. Просто посмотрите и вспомните одну простую вещь. Как размножаются млекопитающие? Ну, там, не знаю, львица, тигрица, кто угодно, волчица. То есть, она вынашивает свое потомство, она понимает, после этого она рожает, потом она их выкармливает, и она их воспитывает до состояния, пока они стали самостоятельными. Теперь давайте посмотрим, как размножаются рептильные. Вот он сидел себе на ветке, змея там, например, какая-то, пошел. Тут наступил брачный сезон, нашел первую попавшую самку, спарился, яйца отложил, самка яйца отложила и уползла. Кто выживет, тот выживет. Ничего не напоминает? Как бы, и это точно, абсолютно Дашь передает. Все зависит от уровня социальной адаптации. То есть, чем выше социальная адаптированность, тем больше он будет играть в игру, что он там хороший отец. Потому что, например, его бизнес-партнер или его начальник, для него это важно. Поэтому он будет играть в эту игру. Как только ему станет это неинтересно или не нужно, это будет тот момент, когда он забудет про своих детей. И я хочу напомнить вам об этом, что вот многие из вас, родив, совершив эту ошибку, родив от психопата, говорят, вот как я буду с ним общаться. Вы должны понять, что вы всю жизнь будете травмированы, общаясь с ним точно так же, как будет травмирован ваш ребенок. У вас есть два пути. Или надеяться, что он сам исчезнет. Вот, но счастливо зажить вы сможете только тогда, когда вы превратите, прекратите полную коммуникацию с ним. Вот, поэтому это неизбежно. К сожалению, ну вот я сегодня, поскольку я устала, буду с вами не подбирая слов говорить. Не подбирая слов, буду говорить так, как есть. То есть, он будет выносить мозг всеми способами до тех пор, пока не переключится на другую жертву, а вас не забудет и перестанет общаться со своим ребенком. Или до тех пор, пока вы не сбежите или не прекратите полное общение. Во всех остальных случаях он будет продолжать выносить мозг. Здравствуйте, здравствуйте. Так. Что делать с эмоциональным выгоранием? Работа есть, хобби, тоже в отпуск езжу. Первое, что нужно сделать, это проверить свои анализы, посмотреть группу крови. Потому что иногда за эмоциональным выгоранием, которое называют люди, стоит банальная нехватка витамина D3, иногда нехватка ферритина или железа, или еще каких-то других веществ. Поэтому я всегда считаю, что любые состояния или гормоны могут быть, любое ваше эмоциональное состояние, первое, с чего мы, если оно постоянно, с чего мы начинаем проверку, это с нашего анализа крови. И смотрим сначала на физиологию. Потому что 85-90% панических атак, это не панические атаки, это игра кортизола на фоне истощенных надпочечников. Соответственно, как только ты начинаешь контролировать и восстанавливать свой адреналиновый баланс, назовем это так, проходит само собой. То есть, многие люди ходят годами, лечат себе панические атаки и задают себе вопросы, что же, почему же не проходит. Потому что в большинстве случаев это физиология. Вот, а никак не психология. Это то, с чего я хотела начать. Поэтому первое, с чего нужно начать, это проверить свое здоровье физическое. Если с физическим здоровьем все нормально, конечно же, нужно найти причину эмоционального выгорания. Как правило, эмоциональное выгорание происходит тогда, когда мы занимаемся том, что мы не любим или ненавидим. Вот, либо второе, когда мы находимся в какой-то ситуации эмоционального подавления, например, или постоянного стресса. То есть, нужно убрать эту причину, выйти из нее, и тогда вы восстановитесь и появится желание двигаться и действовать. Вот, ну конечно, можно сказать, что это еще может быть экзистенциальный кризис. Вот, и многие другие факторы, которые могут создавать в вас некую меланхолию, которую можно назвать эмоциональным выгоранием. Вот, сперва ощущается радость, что избавилась от него, а потом резко становится плохо. Но это очень подробно описано ваше состояние, не только в грех прощения, но и в порабощении любовью, это называется адреналиновая ломка. Как правило, когда мучитель, агрессия слишком, ну хардовый манипулятор или психопат, уже социопат, такие серьезные ребята, да, они, диагнозы, они, ваше состояние начинается, когда вы от него уходите, это, как я называю, эйфория жертвы. Ты такой, фу, слава богу, освободился, мне наконец-то никто не выносит мозг. Но потом наступает следующий момент, собственно, я в книге и призываю к этому не расслабляться, потому что понять, что ломку не избежать. Помните, как героиня проживает агонию ломки в грех прощения? То есть ломку не избежать, но наша святая обязанность ее минимизировать. И когда ты принимаешь эту ломку как часть пути, как правило, происходит обострение 3-й, 7-й день, 14-й, 21-й, 30-й, 40-й, 2 месяца, то есть с момента последнего контактирования, то постепенно-постепенно, если вы еще будете применять техники и работать с собой, естественно, вы освободитесь от этого, потом вы будете смотреть на этого человека и думать, из-за чего я вообще страдала. Но обязательно посмотрите мое видео адреналиновая псевдолюбовь и разберитесь с адреналиновой зависимостью. Потому что я в свое время в своих книгах вела это понятие, а теперь я смотрю этим понятием и просто абсолютно каждый психолог говорит адреналиновая псевдолюбовь. Как будто бы это зафиксированная в психиатрии терминология. Это я абсолютно назвала это таким образом. И одна из первых вообще подняла тему, что отношения, где происходит абьюз, это не только психологическая зависимость, но в первую очередь физическая зависимость. И, соответственно, разберитесь с этим, потому что вот этот перепад адреналин-эндорфин превращает состояние, что человек со временем становится для вас дозой. Поэтому для того, чтобы освободиться, придется пройти это все. Добрый вечер, как раз читаю вашу книгу, притянула вас. Спасибо. Анна, когда приблизительно выйдет второй сезон ЖЖ? В двадцать четвертом, надеюсь, мы тоже очень надеемся. Ну, я знаю примерные даты, но я не имею права их объявлять до того, как это сделает группа Старт, онлайн кинотеатр Старт. Вот, поэтому, да. Сериал не нравится, действия перенесли в другую страну, сюжет изменили. Это абсолютно нормально для экранизаций. Практически вы не найдете ни одной экранизации, где действия соответствуют той стране и месту, где происходит. Не знаю, начиная, вспомним 50 оттенков, которые снимались в Канаде и вообще. То есть, это нормально абсолютно. Ничего такого в этом я не вижу. Я уверена, что экранизации будет еще ни одна, ни две, ни три. Поэтому мы увидим эти события еще и в других странах, и в других городах, и на разных языках. Вот, истории Жить жизнь. Нравится, не нравится, это такой вообще книг, сериалов, картин. Все, что связано с искусством, это очень субъективное состояние, нравится или не нравится. Одному нравится, другому не нравится. Поэтому это нормально, ничего такого я в этом не вижу. Мне нравится очень. Я считаю, сериал Жить жизнь один из лучших работ в русскоязычном сегменте. Не потому что это мое кино, а потому что многократно, несколько раз пересматривая, вижу как сериал, как фильм, как эта история открывается совершенно с другой стороны. И вот те, кто посмотрел один раз, я очень рекомендую вам посмотреть второй раз. Вы увидите такие вещи, которые вы вообще не видели, когда смотрели первый раз. И вы увидите вообще совершенно другую форму и игру актеров. Вот, поэтому сюжет изменили, это тоже нормально. Даже в моем спектакле, пьесу, которую писала я, я точно так же изменила сюжет. Кроме того, я скажу вам больше, сценарий, который написан мной полного метра, там тоже изменен сюжет. Потому что каждый вид искусства имеет свои принципы. А это значит, что сериал, невозможно жить жизнь, снять полную экранизацию в сериале. Возможно это сделать, например, в метре в полном. Но это невозможно сделать в сериале. Потому что сериал подразумевает несколько героев, где сюжетная линия отдельная, как истории. Для того, чтобы кадр переключался, для того, чтобы была динамика. Поэтому для меня абсолютно понятно и радостно, например, видеть другую версию истории «Жить жизнь», где, скажем, мы немножечко заглянули за книгу. Посмотрели вот такую вариацию происходящего. Ну и в целом онлайн-кинотеатр «Старт», он славится своими такими умением держать эмоциональный нокаут. Поэтому я абсолютно очень довольна этой историей «Жить жизнь», которая экранизирована в сериале. Мне кажется, прям мне очень нравится и актеры, и картинка, и игра, и сценарий, который как бы тоже был утвержден мной. Поэтому я, наоборот, в кайфе от того, что «Жить жизнь» может открывать новые грани и показывать себя с разных сторон. Даже для читателей, для тех, кто там смотрел спектакль, или для тех, кто смотрел фильм. То есть, развиваясь дальше, открывая какие-то новые возможности, новые грани. Поэтому вот так. Аня, как с вами лично связаться, смотря для чего. То есть, вы можете попытаться написать в директ, если ваш письмо где-то не потеряется. Если это что касаемо сотрудничества, то на annapoginskaya.com вы можете найти в разделе «Контакты» и «Связаться». Здравствуйте, Анна, только аудиокнига, будет ли версия. Значит, дело в том, что аудиокнига доступна для всего мира, вот насколько я знаю. Поэтому вы можете попробовать, мы сейчас не имеем пока никакой информации, когда выйдет для Украины, но мы работаем над этим. Вот, скажите, пожалуйста, бывший сблокировал, потому что я не захотела снова возвращаться к нему. Просил помочь с переездом, я отказала, это манипуляция. Но люди почему блокируют других людей? На это может быть две причины. Первая, это когда человек хочет выйти из эмоционального ожидания. Ну, то есть, он ждет так звонка, что в какой-то момент у него начинает ехать крыша, он просто блокирует, чтобы перестать ждать. Второе, из желания отомстить или задеть. То есть, соответственно, как бы, возможно, это его форма мести. Ах, так, ну тогда все, я тебя блокирую. Судя по всему, ему это удалось, раз вы не поленились, пришли на мой эфир и спросили об этом публично здесь, в эфире. То есть, это как раз-таки говорит о том, что за дело. Не понимаю, почему, потому что, наоборот, надо поблагодарить его за это. Потому что лучший способ забыть своего бывшего – это перестать с ним коммуницировать и даже не видеть его в ленте. Поэтому он вас, в принципе, освободил-то от себя. Вот, но если вас это беспокоит, что вас заблокировали, загляните в глубь себя и задайте себе вопрос. А что конкретно меня беспокоит? Я хотела, чтобы он дальше продолжал меня умолять вернуться, тогда это гордыня. Значит, это было ложное расставание, как я говорю, игра в расставание. Я вот от него уйду, а он пусть бегает и доказывает мне, что он готов меняться и играть на моих условиях. Вот, либо второй вариант – это то, что вы впали в чувство вот этого комплекса хорошей девочки. Какая же я хорошая девочка, как же меня заблокировали, как так можно? Тоже вопрос, момент гордыни и, конечно, вот этого состояния отверженности. Меня отвергли, меня это беспокоит. Замените это чувство на радость, если это присутствует, то, о чем я говорила, проработайте, разберитесь этим. Я, например, совершенно не согласна, что идея книги потеряна, потому что это ваше видение с точки зрения одного сезона. В каждой книге для меня, как для автора, есть основная мысль, которую я хочу донести. Например, в частности, жить жизнь – это свобода от манипуляций. Грех прощения, да не совершай греха прощения, и никакой мысли не потеряно, потому что многие говорят, Анна осталась с Матвеем. Я не понимаю, где вы видите, что Анна осталась с Матвеем? Мы видим на финале первого сезона, что Анна лежит после операции, а Матвей пошел за лекарствами. Мы даже с вами не знаем, вернется ли он. Вот, поэтому, как бы, знаете, кто хочет, то многие видят то, что они хотят. На мой взгляд, и в первом, и, поверьте, во втором сезоне очень важные мысли, которые доносят мои книги, переданы через другую немножко сюжетную линию. Другую сюжетную линию переданы очень явно и очень четко. И точно так же будет и далее. Поэтому я, например, совершенно с этим не согласна. И я считаю, что многие не замечают, что очень многие герои говорят цитатами из книг в диалогах. Из книг трилогии. Так что так. Общалась с мужчиной больше года, но редко встречались. Говорил, что хороший человек и приятно со мной, но почти всегда был занят. Что это значит? Зачем общаться, если нет почти встречи? Слушайте, на этом может быть много очень разных причин, начиная от того, что он женат или находится в отношениях. Но слово «общались» для меня крайне многогранно. Вы с ним встречались, у вас не был секс, или вы просто переписывались в социальных сетях. Вот это меня всегда очень в женщинах поражает, что они... Человека, с которым они просто переписываются, вводят в какой-то ранг. То есть, пока вы не встретились, пока ваш файл не перешла в какой-то физической близости, это просто один из ста человек, с которыми вы переписываетесь. С которым вы переписываетесь. Вот. Но, на мой взгляд, за нежеланием коммуницировать и вот этой истории с занятостью стоит просто то, что человек не хочет взаимодействовать с отношениями по разным причинам. Возможно, у него уже здесь сейчас период, ему не нужны отношения, возможно, он находится в отношениях, а возможно, он не хочет отношений конкретно с вами. Поэтому для меня лично бездействие это тоже действие. То есть, абсолютно понятное и я, исходя из своего жизненного опыта, знаю точно, что когда мужчина хочет, он прилетит с другого континента на один день для того, чтобы посмотреть тебе в глаза. Когда он боится или не хочет, или у него есть на это причины, он придумает 101 оправдание. Вот и все. Здравствуйте, я даже не могла мечтать о том, что попаду к вам на эфире, это первый раз прибой в ваш эфире. Ну, загадывайте желание. Добрый вечер. Как привлечь деньги в свою жизнь и решиться в свой бизнес? Есть сомнения, что не получится что-то? За любыми сомнениями всегда прячутся страхи. Вы можете пройти 21-дневный интенсив, который как раз работает, один из моих онлайнов, который стал легендарным, который как раз работает со всеми страхами, касаемыми денег и открытия собственного бизнеса в том числе. Вы знаете, что 21-дневный интенсив «Изменить себе или изменить себя» это флагманский такой онлайн, который был организован, наверное, пять лет назад по вашим просьбам, по просьбам участников клуба «Жить жизни», моих читателей. И там есть у нас несколько потоков. Первый поток – это базовый 21-дневный интенсив, в котором утром и вечером вы получаете маленькие задания, благодаря которому исправляетесь от всех сомнений и всех страхов, которые вам сейчас мешают, вот, перейти на новый уровень. Второй поток – это поток, который посвящен коллажированию, но не этому мистическому коллажированию, а это глубокая психологическая практика, во время которой вы сможете четко увидеть, почему вы те или иные цели добиваетесь, тех или иных целей, а других не добиваетесь. И я считаю, что коллажирование – одна из лучших вообще практик для проверки не заявления, а, вы знаете, фраза «быть или казаться». Когда ты хочешь казаться, коллаж четко проявляет, кто ты быть, кто ты есть на самом деле. У нас есть там интенсив, касаемый открытия собственного дела, не от меня, мы приглашали Виталия, он маркетолог, он прямо рассказывал очень подробно, очень полезно. Огромное количество дополнительных уроков, но там еще есть совершенно уникальный поток, который называется «Деньги». Собственно, там идет проработка всех блокировок, связанных с деньгами от наших родителей. Я очень люблю этот поток и считаю, ну, просто я его обожаю, поток «Деньги». Я рекомендую его каждому пройти. Поэтому, собственно, присоединяясь к этому онлайн на единожды, вы в будущем попадаете на все потоки, на все дополнительные уроки. Кроме того, сейчас там контента, наверное, более 150 часов. Кроме того, этот онлайн доказал свою эффективность и истории людей, потому что многие люди, проходя, присоединившись к нему в семнадцатом году, уже прошли с разными целями его многократно и многократно добиваются результатов. То есть, вы знаете, что условия моего онлайна вы не ограничены во времени использования, никто не забирает у вас контент, и вы можете проходить, например, с разными целями один и тот же поток, работая конкретно с каждой целью отдельно. Добрый вечер. Здравствуйте, все странные. Я знаю, что у вас здесь очень много стран. Подскажите, пожалуйста, будут ли эфиры на тему секса? Ну, дело в том, что у нас было несколько эфиров на тему секса. Вы можете найти их в YouTube, в клубе Жизнь. Я периодически поднимаю тему секса в зависимости от запроса в публичном поле. Пишите в комментариях, какую бы тему вы хотели. Я подумаю, готова ли я обсуждать это в публичном поле. Напомню вам, что в каждой книге есть бабочка с уникальным кодом, с помощью которой вы можете присоединиться к клубу Жизнь совершенно бесплатно. В лицензионных книгах на сайте Анны Багинская комп и в электронных наших книгах тоже. Кстати, в книгах издательства Эксмо напомню, что сейчас пошел поток сообщений, что у нас книга в твердой обложке Эксмо, и у нас нет бабочки. Да, в этих книгах нет бабочки. Добрый вечер из Латвии. Добрый вечер, здравствуйте. За мной следят машины. Что делать? Я понятия не имею по этой фразе, я ничего не могу сказать, потому что это может быть ваши какие-то страхи, ваша мания преследования, или если у вас этому есть явные доказательства, вы можете обратиться в полицию. Добрый вечер. Анна, мужчину избивала мать. Она умерла, когда он был ребенком, по сей день он ее ненавидит. Сможет ли он любить женщин? Ну, если он разберется с собственной матерью, он может любить женщин. Это очень сложный ответ на вопрос, дать ответ точно на этот вопрос. Потому что вы помните, что все претензии к матери, это все претензии к женщине. Так же, как у женщин, все претензии к отцу, это так или иначе претензии к мужчине, и претензии к Богу. Но у него, соответственно, ко вселенной, назовем это так. Поэтому все зависит от его травматики. То есть, как бы, возможно, он травмирован из-за того, что она его ударила, но в целом она так рано ушла из его жизни, что там не заложились какие-то глубинные паттерны, которые превратили его в мизогина. Но если о своей матери он помнит только избиение, ему очень сложно будет говорить вам, что он ее любит. Даже если возможно, он внутренне ее простил и давно отпустил. Поэтому это и не ясновидящая, и яснознающая. То есть, есть люди, кто про такой травматики сможет любить, есть люди, которые стали мизогином и не смогут никогда. Поэтому тут надо исследовать конкретно, какие претензии у него к ней. Ну, конечно, я бы ему рекомендовала разобраться со своими претензиями к матери и сепарироваться от нее для того, чтобы быть счастливым. Вот. Здравствуйте. Очень интересно, когда можно будет посмотреть ваше интервью, которое я недавно снималась, на каком языке? Ну, мы говорили несколько интервью на русском, и их будет несколько. Вот. Поэтому, как только они выйдут, монтаж, все остальное, я вам сообщу. Я вам сообщу, когда оно выйдет. И меня наполняет, особенно если могу, как сейчас, позволить себе, не работая, слушать аудиокнигу, ЖЖ. Я ждала с первого эфира с вами много лет назад. Спасибо. Многие ждали, да. Вот. Многие на эфире. Благодарю за вашу эфир и помощь. Ой, у меня аж мысли разбежались. Что ж придумать, их столько загадал. Загадайте желания за каждого, кто первый раз на эфире. Анна, что у вас за камни на руке? Я понятия не имею. Наверное, какие-то камни. Я не большой специалист в украшениях. Понятно, что навряд ли это бриллианты такого размера. Вот. Ну, я люблю хорошие украшения, поэтому я покупаю то, что мне нравится. Но я не большой фанат и ценитель. Потому что я периодически их забываю и теряю. И не большой фанат и ценитель. Прям чистоты или ещё чего-то. Анна начала читать вашу книгу. Она потрясающая. Каждое утро еду на работу, открываю книгу и читаю. Особенно нравится, что нет глав. Это почему-то цепляет. Спасибо вам. Ну, мне кажется, даже если бы были главы, они бы всё равно цепляли. Я думаю, что цель цепляет не наличие названия глав, а смысл и почему ты хочешь читать дальше. Ну, для меня это огромная, большая радость всегда. Вот. Что вас так много, что в 80 странах мира, в 72-75 люди читают Жить жизнь. И вот, что практически где я не появляюсь в русскоязычной среде, ко мне подходят благодарные читатели. И для меня это огромная-огромная честь. Я вот недавно, вчера там написала пост. Он там выйдет сегодня или завтра. Посмотрим, как у нас получится. По поводу того, что это большое благословение для автора создать историю, которая однажды будет развиваться и жить уже без твоего участия. Я там рассказываю об этом, когда это случается с нами. И я помню своё чувство, когда я писала Жить жизнь. Я писала её во имя вот этого любви к женщинам. Хотя мне всегда просят не говорить, что только к женщинам, но и к мужчинам. Потому что среди моих читателей есть и мужчины. Но как бы всё равно, так или иначе, история Анны – это история женщины наивной, которая верит в любовь, не понимая, что такое адреналиновая псевдолюбовь. И вот, вы знаете, я сейчас, когда начитывала книгу, я подумала над тем, что из, например, книг-трилогии «Жить жизнь» для меня эмоционально самая сложная. Потому что каждый раз, читая книгу или когда сценарий, или когда я смотрю фильмы, или когда спектакль. То есть я каждый раз погружаюсь в эту наивную женскую чувство любви, наивного, такого светлого. И понимаю того, как этот Матвей будет сейчас это чувство растаптывать. И, соответственно, для меня это огромная честь, что вот это во имя понимания любви и во имя того, чтобы общество наконец осознало, что не бывает идеальных людей, есть идеальные маски, и что это удалось. Вот, поэтому спасибо огромное за добрые слова. Рассталась жена, там тяжелое было решение, отпустят ли со временем, пытаются выйти на связь, но как устоять? Ну, понять, что, посмотреть мои видео на адреналиновая псевдолюбовь, с чем мы путаем манипуляцию. И все видео, касаемые любовных треугольников, они у меня есть на моем канале в YouTube. И осознать для вас, что это потерянная жизнь. Если в течение трех месяцев по большой любви несвободный партнер не ушел из отношений, это просто разрушит ваши отношения. И вот я очень подробно в порабощении любовью рассказываю о том, что это абсолютно бесперспективная история, потому что только 1% отношений, там очень маленькая статистика, как-то остаются вместе после того, как уходят от жены. А если вы входите в длительный любовный треугольник, то это потерянное здоровье, разрушенная психика, потерянные годы и многое другое. И на самом деле любовные треугольники, это такая же адреналиновая псевдолюбовь и адреналиновая зависимость, как в отношениях с психопатами. С чем мы наиболее часто путаем манипуляцию? Мы путаем ее с кризисом отношений, с отношениями с несвободным человеком. И в слове «несвободный» я хочу сделать акцент. Это не только люди, которые женаты или замужем. Это также люди, которые, например, встречаются с вами, а любят другого человека. То есть, не обязательно физическое присутствие партнера, а обязательно для того, чтобы назвать это любовным треугольником. То есть, если партнер в своей голове все время думает о другой женщине или о другом мужчине, то вы будете автоматически в этом любовном треугольнике. Собственно, поэтому я всегда вас призываю не входить в отношения с людьми, которые еще не разобрались со своими предыдущими отношениями, не быть обезболивающим для других, потому что это тот же любовный треугольник, который будет создавать в вас абсолютно те же эмоциональные и физиологические состояния, которые создают отношения с манипулятором, психопатом или пикапером. Так вот, я сказала вам о том, что с чем мы путаем манипуляцию? Несвободные люди, зависимые люди. То есть, их зависимость создает автоматически точно такие же приемы, как профессиональная манипуляция или отношения с психопатами. И люди, которые безразличны к вам полностью, их незаинтересованность, тоже создает очень многие приемы сами собой. Как я уже сказала, с кризисом отношений. Вот, когда люди впадают в кризис. Но напомню вам, что кризис отношений очень часто строится на угасших чувствах, а следовательно, безразличие или на присутствии третьей стороны. Вот, поэтому кризис отношений иногда проявляется как раз таки. Из-за того, что я назвала, с чем мы тоже путаем манипуляцию. Вот, такие дела. Анна, подскажите, пожалуйста, пыталась начать 21-дневный курс с запросом на финансовое благополучие, а в технике, чего истинно желаю, не выходит. Не выходит моя цель увеличить свой доход. Нет, если у вас выходит в технике, чего истинно желаю, моя цель увеличить свой доход, то тогда вам важно ставить цель увеличить мой доход. Если вы, например, называете финансовое благополучие, а у вас вылазит увеличить доход, а не выходит моя цель. Вот, я не понимаю, что вы имеете в виду. Напишите мне в личку, я вам более расшифрую. Ну, конечно, гормональная беременность влияет на наше состояние. Токсичный человек понимает, что он токсичен? Я думаю, что да, абсолютно точно. Если он делает многократно одни и те же действия, то он делает их сознательно. Я совершенно не верю в эти истории, что это не так, и он не понимает. Нет, он понимает. Собственно, поэтому хочу напомнить вам, что психопат не является диагнозом, который может помочь человеку уйти от наказания. Ну, то есть, психопат четко понимает, что он делает. Осознает это в моменте абсолютно явно. Поэтому я, например, не верю. Помните, как я пишу в «Жить жизнь»? Такую свою фразу, если один раз – это случайность. Два раза повод присмотреться. Три – это системность. А значит, человек делает это специально. Значит, у него есть цель и причина, почему он это делает. Для меня термин «токсичные люди», ну, что такое токсичный человек? Человек, который все время без настроения. За большинством токсичных людей стоят диагнозы, начиная от слова «нарцисс». Ну, и дальше пошли «перверный нарцисс», «психопат», «социопат», «абьюзер», «мизогин» и прочее. Поэтому мы должны как бы смотреть, что мы называем токсичным человеком. Анюта, у меня первый раз попросили браслет в подарок. Раньше дарила только от сердца сама. Наверное, это хороший знак. Не знаю, о каком браслете идет речь. Супер, спасибо, что вы есть. Читала ваши книги, они прекрасны. Спасибо огромное. Анна, здравствуйте. Скажите, манипулятор осознанно манипулирует? Такой образ жизни, я вам ответила. Я прожила с мужчиной 8 лет. И сейчас в один день, как только отказалась, квартиру оформить пополам. Ну, это называется дрессировка или наказание молчанием. Очень многие женщины на страхе потери начинают говорить, хорошо, я согласна, давай это сделаем. Вот, поэтому, возможно, это такая форма обрезания манипуляции, либо прямой выгоды. Непонятно, почему ждал так долго, 8 лет. Какая-то квартира за 100 миллионов долларов, что ему понадобилось? 8 лет, чтобы выкатить это предложение. Или до этого просто не приобреталось никакой недвижимости. Они могут очень часто исчезать, вам кажется, что это из-за квартиры. На самом деле, где-то появилась более ресурсная жертва. Поэтому это ваши додумки, что это произошло из-за квартиры. Это могло произойти и по многим другим причинам. Вот, поэтому я не верю в неосознанную манипуляцию, абсолютно. Я знаю, что многие психопаты говорят жертве, и я не знаю, как я это сделала. Сегодня ролик, один из фрагментов фильма выставили. И помните слова, которые говорит Стас? Он говорит, что я не знаю, кто я, что со мной, я не несу за это ответственность. Это очень удобная форма. Я в этом не виноват, меня такое сделала мама, я травмирован собственной мамой. Я не понимаю, как я таким вырос, я не понимаю, могу ли я любить. Но я вот такое, терпи. То есть, если ты на это согласилась, то терпи. Поэтому вот эта форма, может ли манипулятор делать что-то неосознаваемое, я в это не верю. Ну, у него же нет амнезии, нет проблем с короткозручной памятью. То есть, он прекрасно понимает. Да, многие психопаты импульсивны, но они все понимают, что они делают. Да, они в некоторых случаях не могут остановиться в силу своего изменения в мозгу. Но то, что они понимают, что они делают, что такое хорошо, что такое плохо, они все прекрасно понимают. А нарцисс понимает, когда жертва освободилась от зависимости, больше не поведется на его выборки. Ну, конечно, понимает. Если он звонит, она не отвечает. Если она все время посылает его. Конечно, понимает. Зачем нарцисс блокирует? Если я ему не писала, а отказалась снова с ним встречаться. Я говорила в начале эфира, повторю еще раз. Но то есть две причины. Либо он так ждет от звонка, ему, чтобы выйти из этой ситуации, нужно заблокировать эмоционально себя, освободить от ожидания. Очень многие это делают, даже не нарцисс. А вторая причина месть. Типа, вот я тебя заблокировал, мучайся. Вот пишут, сериал лучший, когда актерам. Жить жизнь фильм называется. Жить жизнь. Загадывая желание, да. Я прочитала книги, они намного лучше сериала. Для меня это тоже огромная честь, что многие, посмотрев фильм, прочитав книги, говорят, что книги лучше сериала. Мне кажется, что нельзя это сравнивать. Но все равно, как бы, книги, они более системны для большинства людей. И они более приземленные, да. Мы можем надеть эту сюжетную линию на себя, как костюм, и сравнить с собственной жизнью. Вот, поэтому, мне кажется, очень многим нравится жизнь. И в трилогии именно это. Плюс, когда вы читаете продолжение, вам не надо ждать, да. Поэтому я просто предлагаю относиться просто, не сравнивая, а к разному виду искусства, как я, как автор, к этому отношусь. И точно так же, наверное, стопроцентная даже вероятность, можно сказать, когда появится англоязычная экранизация или на японском языке, или на испанском. То есть, это неизбежный процесс. Герои будут меняться, меняться их судьбы, какие-то сюжетные линии, и это нормально. Добрый вечер, посоветуйте, пожалуйста, еще фильмы про психологию отношений. Я это слишком много про психологию. Дело в том, что большинство фильмов, которые я смотрю, мне они кажутся искусственными. То есть, в них нет реальных историй. Вот. То есть, ты понимаешь, что эти герои так себя вести не могут. То есть, не совпадение действий героев с попыткой внушить тот или иной психологический портрет. Я когда-то выставляла список фильмов. Вы можете взять список из кода вознаграждения 10 или 12 фильмов, которые для меня об отношениях. Вот. Это такой мой топ-шорт-лист, да, который я могу вам порекомендовать. Он в код вознаграждения прекрасно написан. Анна, если мужчина предлагает быть послушным? Это уже знак. Я не знаю, это может быть игра во время вашей беседы. Вот. Всегда можно ответить в этот момент, если только ты будешь послушным. То есть, этот вопрос не в том, что предлагает быть послушной, и совсем другое, когда он пытается тебя заставить быть послушным. Потому, если это флирт такой, то это одно. Если это прям обязательное условие отношений, ты моя рабыня, и делаешь все, как я сказала, то это уже совсем другое. Я вообще не смотрю практически ничего, но этот сериал с кайфом. Мне очень приятно это слышать. Спасибо. Девочки, кто сейчас на стадии полного разрыва с психбатом? У нас в онлайне «Любовь или зависимость» целый онлайн тех, кто был или находится на стадии разрыва. Вот. Я сохраню эфир, конечно. Так. Я заказал первую книгу, Фьюстон, США. Надеюсь, скоро придет. Я тоже очень надеюсь. Так. Вот. Пишет. Экранизация «Жизнь потрясающая, очень качественная, сильно снятая. Я была неожиданно в диком восторге и просмотра. Кайф». Вот, искренне говорю. Это действительно правда. Это фото очень высокого уровня, которое заслуживает международных наград. Это правда. Это действительно удивительное кино. И я еще раз повторю. Когда вы пересмотрите его второй раз, вы обалдеете от того, как по-другому оно для вас откроется. То есть, я как автор, как человек, который знал сценарий, как человек, который просмотрел. Я второй раз просматриваю фильм, потому что когда второй сезон, и надо было там кое-какие сюжетные линии додумать. Я решила пересмотреть первый сезон, и я была в дичайшем восторге больше, чем от просмотра первый раз. Вот я вам серьезно говорю. То есть, действительно удивительное кино. И актеры играют просто великолепно, просто великолепно. Если там на первом просмотре игра некоторых актеров мне казалась слабой, и на втором просмотре я очень явно и четко увидела, почему, и где, и из-за чего они так играют. Поэтому это удивительно вообще. Вот. Анна, не понимая ситуацию, боюсь спутать с кризисом отношений. Партнер не устраивает меня своим безразличием и бездействием. В начале отношений было все хорошо. Поговорите с ним об этом, что изменилось. Я же не знаю, сколько лет длятся ваши отношения. Первый кризис, как правило, на ход в здоровых отношениях приходит через год. То есть, если вдруг у вас две недели отношений, и тут у него началось безразличие, то, возможно, конфетно-букетный период закончился, а возможно, он не хочет продолжения. Поэтому здесь лучше выяснить в спокойном форме, что происходит. Держит меня в состоянии неопределенности. Ну, поговорите. Я всегда про то, что в здоровых отношениях мы всегда говорим со своими партнерами. Еще раз хочу сказать вам, не в форме претензий. Помните, как я пишу в исцелении любовью. То есть, очень важно научиться превращать любую конфликтную ситуацию в отношениях в ресурс. То есть, и для этого мы должны научиться говорить о своих чувствах и не обвинять партнера, никогда не переходить на личности, а всегда следить за своей формой и тоном. Не вызывая у партнера чувство вины, а просто задавая простые элементарные вопросы обязательно. Вот все, кто находится в начале отношений, кто хочет создать отношения исцеления и любовью, обязательно к прочтению. Потому что вы увидите там такие свои ошибки и такие свои иллюзии. Просто вы даже не понимаете, сколько отношений в вашей жизни было разрушено из-за вот таких вот банального непонимания и незнания от того, что происходит. Отношения не могут находиться на все время на одной линии. Ну, то есть, не бывает так, что они все время находятся в пике. Нет, они живые. У нас есть наши гормональные коктейли. В начале отношений у нас один гормональный коктейль используется, а через полгода он начинает угасать. И отношения начинают стабилизировать. Масочки, которые надевались в начале отношений, они уходят. И начинает приходить реальность. Поэтому, естественно, в таких ситуациях нужно разговаривать с партнером. Я очень много там говорила и о сексе, и о темпераменте, и о том, что насколько это важно. Что нужно смотреть на темперамент в отношениях не тогда, когда человек находится в конфетно-букетном фазе начала отношений, а задавать своему партнеру вопрос в обычной жизни, когда ты в длительных отношениях, там сколько раз в неделю тебе нужен секс, или сколько раз в год, у некоторых это в год. То есть, и о многих других вещах. Поэтому это действительно очень важно. Поэтому учитесь разговаривать. Мне кажется, чем? Просто если у вас длительные отношения, месяц, два, три, уже начало какая-то фаза более или менее длительных отношений, всегда есть и сказать, дорогой, я себя чувствую немножечко отчужденной, или нахожусь в какой-то состоянии неопределенности. Но это при том, если у вас есть отношения. А если у вас конфетно-букетный период, и он упал на мороз, то как бы понятно, что у вас не перешли отношения с конфетно-букетного периода в отношения. Для меня лично, пока люди не проговорили, что они в отношениях, все, что происходит, это иллюзия и может быть хороший секс. Все. Анна, спасибо вам. Год назад ушла от насильника. Очень помогли ваши видео, спасибо. Я всегда говорила о том, что я вас крепко обнимаю, и я очень горжусь каждой из вас, которая и каждым, потому что среди моей аудитории есть и мужчины, которые жертвы домашнего насилия. Просто из-за того, что мужчина об этом не кричит, это не значит, что это не происходит. Я очень горжусь каждым, кто сможет, смог выйти из этих отношений, не доведя до той точки, когда из отношений абьюзивных уже выходить невозможно. Когда все закончилось плачевно, как многие остаются инвалидами или заканчивается это вообще смертью. И многими другими страшными вещами, которые могут происходить и истязаниями, и многим другим. Но, с другой стороны, я каждый раз очень скорблю о том, что люди, женщины, мужчины до сих пор в 21 веке сталкиваются с такими вещами в отношениях. И для меня огромная трагедия в этом всем заключается, что это наше искреннее желание любить, да, заканчивается тем, что партнер, которого ты хотел любить, тебя избивает, или уничтожает, или убивает, да. Это страшно, вот эта наивность, и незнание, и непонимание, что такое любовь, к чему она способна нас провести. Я пропустила анонс про сегодняшний эфир. Анонса сегодня не было. Анна, добрый вечер, ура, первый раз на эфире. Вопрос начала проходить интенсив, 21-дневный. Но на пятом дне случился перерыв две недели. Скажите, пожалуйста, мне лучше начать всё заново? Ну, пять дней лучше начать всё заново. Вот, если бы у вас был перерыв больше одного дня, там, ну, до недели, до пяти дней, да, то можно продолжать. Но поскольку у вас был две недели, вы можете кратко, так, по-быстрому всё пройти ещё раз, вот. Потому что будут какие-то другие страхи, или то, что там будет вылазить, с какими мы страхами работаем. И медитациями, и просто в более таком лёгком, ускоренном режиме. Вспомнить, возобновить и перейти. Вот. Не страшно в старости остаться без детей? Что вы думаете на эту тему? У меня вообще нет никакой формы, страшно или не страшно. То есть, как бы, на мой взгляд, дети — это абсолютно внутреннее решение человека, которое никаким образом не определяет его личность. Кто-то хочет детей, кто-то не хочет. У кого-то другие задачи. Ну, потому что ребёнок для того, чтобы воспитать его и дать ему любовь. Когда ты рождаешь не из собственной гордыни, да, и не потому, что этого хочет общество, а потому что ты ставишь себе задачу дать любовь этому ребёнку и взрастить, и стать для него учителем, который, ну, чтобы этот ребёнок стал успешной личностью. Это очень серьёзный проект, который требует очень много энергии, инвестиций и внимания. Я сейчас не только про деньги. Я сейчас в первую очередь про то, что быть родителем, который взрастит своих детей без наличия травм — это очень большая работа. Я совершенно с большим принятием отношусь к людям, которые принимают решение, что им это не надо. Они имеют право на этот выбор. Другое дело, что, например, человек очень хочет иметь детей, а у него, например, не получается по каким-то причинам. Это уже другая форма. Вот, это, конечно, для людей может способно стать огромным горем. Поэтому я не считаю, что присутствие детей… Понимаете, можно родить ребёнка, вырастить, а этот ребёнок станет наркоманом и будет бить вас каждый день, забирая у вас деньги и выкидывая вас из собственной квартиры. Можно родить ребёнка, вырастить его, и на старости лет он не возьмёт трубку, потому что он вас везде заблокировал. Заблокировал. То есть, как бы, почему вы думаете, что если вы родили ребёнка, этот ребёнок будет в вашей старости? Ну, то есть, как бы… Вообще не понимаю, на мой взгляд, почему у людей такая какая-то корреляция. Пропишите этот ваш страх. Спасибо за добрые слова. Жила с мужем-алкоголиком 15 лет. У нас дочь, три года в Манаде, проработала страхи прощения. Уже хочу отношения с мужчиной, работаю вместе с мужчинами, но не получается начать отношения. Почему? Есть какая-то программа, есть какой-то страх. Вы слушаете, вот я не знаю, очень частая программа после отношения с алкоголиком, это стыд за то, что ты это терпел. Посмотрите на эту программу. Я не знаю просто, вы каким образом прорабатывали ваши эти все, как вы пишете, в Манаде прощения, проработала страхи прощения. Вы это делали в клубе или это вы делали на УДЖ? Ну, то есть, если нет отношений, единственная причина, вы их или боитесь, или не хотите. Ну, очень часто люди больше боятся, чем не хотят. Возможно, есть какая-то программа, которую он поставил, там никому не нужна, или ты навсегда останешься одна. Найти программу, которая стопит. Сходите в диагностику, если вы в клубе Жить Жизнь, помните диагностика, которая дает вам возможность найти причину. Напишите мне, что вы там нашли. Вот. Я вам благодарна. Когда-то была в зависимых и абьюзивных отношениях, винила себя, прочитала три дома книги и излечилась. Обнимаю вас. Где найти ваши курсы? Анна Багинская ком, аннабагинская.ру. Так. Анна, скажите, пожалуйста, при покупке аудиокниги можно попасть в клуб Жить Жизнь? На сегодняшний момент нет. Все, что касаемо издательства Эксмо, Эксмо или ТРЭС, там нету кода. То есть, для регистрации в клуб вам нужно будет зайти на аннабагинская.com и, например, приобрести электронную книгу на аннабагинская.com для того, чтобы попасть в клуб. Анна, ваши знания это супер. Пошла в помогающую профессию, использую ваши знания во благо людям. Благодарю вас за великий трон. Благодарю, благодарю, благодарю. Для меня очень всегда приятно знать, когда психологи рекомендуют мои книги, мои фильмы или мой YouTube-канал и используют еще многие мои техники. Для меня это большая честь и мне от этого очень радостно. Как долго будет длиться ломка? Расстались более двух месяцев назад. И вот нашла вчера совместные фото и накрыла слово. Уже устала думать о нем, но мозг все равно пытается до сих пор оправдывать его. Очень просто. Может закончиться всего за каких-то 2-3 часа, если вы примете решение для себя пройти онлайн любовь или зависимость? Очень сложно. Ломка зависит от очень многих факторов. Первое. Сила психологического насилия, которая была к вам использована. Чем больше выброс адреналина, тем больше привязка к объекту. Второе. Я не знаю, сколько это длилось. Поэтому чем дольше были эти отношения, тем сложнее ломка выхода из этих отношений. Третье. Я не знаю вашу личность. То есть, если у вас, например, есть глубинное состояние жертвы, финансовая зависимость от этого человека, то, естественно, плюс вы полны страхов, страха одиночества. Лучше него не будет. И многие другие деструктивные программы, которые он мог еще вам вложить. Это ты там сдохнешь без меня, навсегда останешься одна. То это, конечно, усиливает состояние ломки. Поэтому, если вы были годы в деструктивных отношениях, двух месяцев выхода из них, это очень мало. Если делать техники, это произойдет быстрее. Если техники не делать, а просто сидеть и ждать, когда это закончится, то ты можешь годами о нем думать. У нас есть ждуны, которые по 10 лет у окна сидят. То есть, тут очень важно, все зависит от конкретной ситуации. Так. Стоит ли предупреждать новую жертву? Ну, на мой взгляд, да. Если вы знаете эту жертву, имейте к ней доступ. Если вы следите специально, чтобы ее предупредить. Это очень странное решение. Я попала на прямой эфир. Не могу молчать, невозможно. Завораживающие глаза. Спасибо огромное. Шикарная, почерненная красота, глубина, женство. Я вам всем очень благодарна. У меня тоже всегда все очень красивое. И я, когда выхожу, вот у нас мы делаем какие-то живые встречи. И когда я захожу в зал, где находится моя читательница, мне кажется, каждый мужчина, который не может найти отношения, должен обязательно приходить на встречу с читателями моим. Потому что там находится совершенно удивительная красота женщины. Вот. Ну, мне очень приятно, что вы всегда мне делаете столько комплиментов, и столько любви от вас, и теплых слов. И это очень взаимно, вы же это знаете. Вот. Так. Они понимают, это какой-то комментарий к тому, да? Вот Таня пишет. Жила восемь лет с абьюзером, сейчас оглядываюсь назад, и ощущаю это время, как будто не жила. Помните, это то, о чем я говорю? И то, что я всегда вам повторяю. Что самое страшное в деструктивных отношениях, это потерянное время и потерянное здоровье, которое вам никто никогда не вернет. Что живя десять лет, или три года, или пятнадцать лет, или даже три дня, терпя абьюз, ты в эти дни мог быть счастливым. Ты мог созидать свою жизнь, ты мог наслаждаться, ты мог благодарить, ты мог встретить и найти совершенно другие отношения, которые сделали бы тебя абсолютно счастливым. Помогли тебе, да? Приобрести это внешнее счастье, если ты к нему стремишься. И вот это самое страшное, что это время никто никогда не вернет. И это действительно очень такое сложное, тяжелое осознание, но благодаря ему мы начинаем ценить, ценить себя, ценить свое время. И в следующий раз мы уже не готовы давать это время тому, кто разрушает нашу жизнь или делает нашу жизнь хуже. Только тому, кто делает нашу жизнь лучше. Можно ли остаться с друзьями, с нарциссом-манипулятором? Ну, вообще сам вопрос, он не релевантен, потому что нарцисс не умеет дружить. Поэтому как бы с ним априори, мы не можем быть друзьями, ни в какой форме. Соответственно, то есть, что значит? Просто коммуницировать, общаться? Ну, он будет продолжать пытаться с вами пользоваться. Вы будете опять из-за этого нервничать и психовать, или не психовать, относитесь к нему как к грудному ребенку. То есть, это вот такая, вот такая дружба. Анна, спасибо вам почти год, как я ушла от насильника. Ваши видео очень мне помогли, спасибо. Вы знаете, что я такое количество от вас получаю благодарственных писем, и для меня они всегда ценны, и они очень моя большая мотивация. Мне иногда хочется, ну вот все, больше не буду ни выходить никуда, ни в эфиры. Ничего, я устала, а потом я понимаю о том, что возможно для кого-то мои слова, или мой взгляд, или мой ответ на вопрос станет той причиной, благодаря которой человек выйдет из этого ада и потом станет счастливым. Что может быть благодаря этому эфиру я там спустя год получу письмо. Спасибо, я стала счастливой благодаря вот ответу на этот вопрос. Поэтому вот у меня такое отношение к этому. Они мастера отмазок, они никогда не берут ответственность. Ну почему? Иногда бывает, они признают, и даже могут извиниться, потому что у них не боятся потерять жертву, она им выгодна. Полгода в подвешенном состоянии непонятно, то ли пара, то ли просто совместное времяпромождение. Это тоже мы не против. Вы можете задать вопрос, сказать, послушайте, статус наших отношений. Да, один из признаков отношений с лавеласом, это статус ваших отношений неопределенный. Я не говорю, что он манипулятор. Не каждый, кому вы безразличны, вами манипулируют, поверьте. Вот, и соответственно отношения с бабником будут вводить вас в такой же любовный треугольник, как отношения с манипулятором, эти же эмоции, эти же состояния. Но состояние нелогичности, неизвестности, неопределенности, оно деструктивно влияет на вашу психику, на вашу самооценку. Поэтому спустя полгода вы можете спросить в спокойном тоне, кто мы друг другу, какой статус наших отношений, получить честный ответ. Другое дело, что многие женщины и мужчины боятся об этом спрашивать, и пытаются дальше продолжать находиться в иллюзии. Вот, и тратить на это свое время. Поэтому подготовьте себя к тому, что лучше потерять полгода жизни, чем два или три, находясь в состоянии неопределенности. А потом даже он приходит и говорит, ой, извини, я завтра женюсь. Вот, поэтому еще вот такая вот ситуация может быть. Хорошо, я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться, поскольку у меня сегодня встреча, еще есть важные дела. Вот, у меня было время до трех. Мы увидимся с вами в понедельник. Следите за страницей. Благодарю за ваши репосты, за ваши лайки, за ваши рекомендации, за ваши добрые слова и за ваши комментарии. Обнимаю всех крепко душой. Если вдруг ваш не успел и пропустил какой-то вопрос, вы можете всегда его написать под этим видео, которое я сохраню. и в следующий раз я начну с этого вопроса ответ. Вот. Хорошо, обнимаю вас всех. Берегите себя и будьте счастливы. Помните, что вы самое ценное, что есть в вашей жизни. Всем хорошего вечера в восточном полушарии, западного хорошего дня. Спасибо. Пока. Пока. Пока.